добрый вечер уважаемые трейдеры давайте с вами традиционно проверим нашу связь слышно меня хорошо поставьте в чат плюсики если меня хорошо слышно отлично видео работает отлично рад всех видеть на своем вебинаре посвященной автоматической торговли кто меня еще не знает меня зовут сергей киселев я являюсь финансовым специалистом компании a markets также занимаюсь разработкой и оптимизацией торговых роботов и индикаторов сегодня наша тема это торговля именно прибыльная торговля с помощью торговых роботов советников как я подготовил небольшой план сегодняшнего вебинара то есть первым делом и отличим результаты на реальном рынке да то есть разберем почему же результаты на реальном рынке отличаются от результата в тестировании на исторических данных то есть очень большое количество трейдеров да задаются именно данным вопросом почему именно происходит отличие следующим шагом установим торгового робота терминал мета трейдер 4 для того чтобы нам протестировать робота на исторических данных нам нужно будет загрузить архив котировок архив котировок просто произведем загрузку архива котировок дальше мы протестируем торгового робота с начальными какими-то параметрами которые у него задания самого начала дальше мы эти параметры оптимизируем на истории на исторических данных и уже с оптимизированные параметры проведем новые тесты то есть поймем насколько оптимизированные параметры показали себя лучше, чем начальный параметр торгового робота. И запустим торгового робота уже на демо-счет, чтобы он уже начал торговать. И разберем некоторые рекомендации именно по выбору типа счета, типа исполнения торгового робота, для того, чтобы наш робот корректно работал именно на правильном типе счета. Давайте немного теории. И начнем с того же отличия результатов на реальном рынке от тестирования исторических данных. Есть самых четыре распространенных отличия. Первый из них – это расширение спреда. То есть, что это значит? На реальном рынке у нас идет постоянное изменение спреда, тем самым результаты тестирования на исторических данных у нас спред всегда фиксированный. По этой причине происходит рассогласование именно результатов на исторических данных, тестирование на исторических данных от результатов торговли на реальном рынке. Следующий пункт – это проскальзывание. То есть, на реальном рынке происходит на каких-то сильных движениях, на каких-то очень важных новостях довольно-таки серьезное периодическое проскальзывание, что полностью отсутствует на тестировании на исторических данных. На реальном рынке при торговле с помощью моментального исполнения ордена периодически могут происходить повторный запрос котировок. То есть это так называемые реквоты, что полностью, конечно же, отсутствует на тестировании на исторических данных. Также некоторые брокеры, может быть, их можно назвать не совсем правильно себя поступают, они не отображают гэпы на истории котировок. То есть у них, в принципе, не отображаются гэпы. И если мы будем брать их историю и протестировать, либо оптимизировать торгового робота по их котировкам, то у нас будет искажение. То есть должны присутствовать гэпы, так как они все-таки имеют очень большое значение при торговле на реальном рынке. Итак, давайте начнем с установки торгового робота. Первым делом нам нужно скачать нашего робота. В компании Амаркетс есть довольно-таки хорошая, большая, обширная даже база торговых роботов, которых вы можете скачать, протестировать, оптимизировать по полученным сегодня новым знаниям. Нужно перейти в раздел «Лаборатория», «Торговые советники». Здесь представлены все роботы от нашей компании. То есть они уже прошли какое-то тестирование, какую-то оптимизацию, может быть, не совсем точную, которую мы сегодня с вами просмотрим, но они уже боевые и вполне готовы уже начать зарабатывать. То есть, как мы видим, рекомендуемый депозит, доходный за последние 6 месяцев и максимальная просадка. Изучив данную статистику данных роботов, можете выбрать для себя какого-то оптимального робота и начать уже его тестировать и торговать, зарабатывать соответственно. Мы сегодня с вами разберем робота, имеющий самую минимальную просадку. Это робот WOTS Modify 04. Скачиваем его. Мы попадаем в личный кабинет и, нажав кнопку «Скачать», начинается скачивание. Я уже заблаговременно себе скачал данного робота. Он у меня присутствует на рабочем столе. Вот. Такой вот файл расширения MQ4. Данный файл нам нужно поместить в папку, в которой находится файл «Открыть каталог данных», MQL4, «Экспертс» и в данную папку нам нужно поместить данного робота. После этого нам нужно будет перезапустить наш терминал, закрыть и просто заново включить его. И он у нас появится в разделе «Советники». В окне «Навигатор» торговой платформы MQ4. Вот он появился у нас. Что первым делом нам нужно сделать? Нам нужно провести тестирование данного робота. Так как мы будем в дальнейшем тестировать наши результаты, нам же интересны, к примеру, за последние 3-5 лет, то нам нужно совершить именно загрузку архива котировок. Так как в терминале MetaTrader 4 изначально загружена какая-то часть истории, произведем данную загрузку в ручном варианте. Сервис, архив котировок. Дальше нам нужно выбрать, будем проводить тестирование на паре евро-доллар. Выбираем евро-доллар. Кликаем 2 раза левой кнопкой мыши на 1 минуту и нажимаем «Загрузить». Загрузка занимает некоторое время, но я думаю, сейчас она быстро загрузится. Да, небольшое вступление по теории, по теории тестирования и именно оптимизации. Рекомендуется все-таки проводить тестирование и оптимизацию робота за последние 3-5 лет. Чтобы наши результаты были максимально точные, может быть даже не 5, а 7 лет, мы должны брать более длинный промежуток по оптимизации. Если мы оптимизируем за данный промежуток времени, то у нас получаются максимально лучшие настройки для торговли данного робота. Дальше. Нам нужно при тестировании и оптимизации выставлять в настройках тестера стратегии увеличенный спред. Все дело в том, что, как мы разобрали ранее, спред у нас идет в тестере стратегии фиксированный. И нам нужно будет и проскальзывание, и расширение спреда как такового нет. Чтобы компенсировать как-то данные два параметра, мы просто увеличим спред. То есть, у нас будет спред, к примеру, сейчас у нас спред по евро-доллару на ECN счете, к примеру, 0,5 пункта. То, возможно, какие-то, конечно, расширения будут во время каких-то новостей. И мы увеличим спред в тестере стратегии оптимизации, к примеру, до 2-3 пунктов. Я думаю, этого будет достаточно. Дальше. Нам нужно тестировать робота и тоже оптимизировать, конечно, его на том депозите, на котором мы его в дальнейшем будем использовать. То есть, если мы будем торговать с депозитом в 1000 долларов, мы должны проводить данный тест от данной суммы. Впереди разберем, как именно протестировать от предпочитаемой суммы. Индивидуальные настройки под каждый инструмент. Так как все инструменты, все валютные пары, к примеру, разберем, они имеют разную волатильность, разный характер движения цены, то и настройки для каждого робота должны подбираться индивидуально, исходя из характера именно валютной пары. То есть, исходя из инструмента. Ну и, конечно же, наличие гэпов. То есть, это уже, конечно, можно относить к истории, чтобы у вас на истории были гэпы. Если ваш брокер, к примеру, если вы вдруг торгуете у иного брокера, не компания, а маркетс, и вы не видите гэпов на исторических данных, это значит, что брокер, можно сказать, ведет не совсем честную игру с вами. Поэтому наличие гэпов – это очень важно на исторических данных. Я думаю, наш архив котировок уже загрузился. Да, архив котировок у нас загрузился. Теперь у нас довольно-таки хорошая история. И начинаем настраивать тестирование. Для того, чтобы нам перейти в тестер-стратегии, нам нужно перейти в вид тестер-стратегии. Тестер-стратегии – это, по большому счету, встроенный функционал, который позволяет протестировать торгового робота или индикатора на исторических данных, а также его оптимизировать на стройке. Первое, что нам предлагается выбрать – это выбор советника либо индикатора. То есть, что мы будем тестировать – советник или индикатор. В нашем случае будет торговый робот, следовательно, убираем советник. Следующим пунктом, выпадающим списком, предлагается выбрать робота. Робота, которого мы будем тестировать. Выбираем, вот с Modify 0.4 – это тот робот, который мы скачали с сайта компании Амаркетс. Дальше предлагается выбрать валютную пару, валютный символ. Будем проводить тесты на самой популярной валютной паре – евро-доллар. Следующий параметр – это модель. Моделирование движения цены. Предлагается выбирать три вида моделирования. Первый вид – это все тики. То есть, данный вид наиболее точный. Занимает, конечно, самое, пожалуй, длинное время тестирования. Но смысл в том, что он в точности повторяет движение цены вплоть до тика. Цена моделируется, именно каждый таймфрейм моделируется по тикам. Дальше. Тип – контрольные точки. Контрольные точки – это берутся максимумы, локальные максимумы и минимумы предыдущего таймфрейма. То есть, если мы тестируем робота, к примеру, на H4, то он не будет моделировать каждый тик, а будет брать локальные экстремумы. То есть, локальный минимум, локальный максимум и по ним строить свечи. Ну и, конечно, по ценам закрытия. И последняя у нас модель моделирования – по ценам открытия. То есть, здесь будут участвовать только цены закрытия и открытия баров. То есть, именно формирования самого бара по каждому тику на любом таймфрейме не будет. Будет только именно открытие и закрытие свечей. То есть, если ваша торговая система не подразумевает с собой именно отслеживание движения динамики цены, то данный тип будет вам наиболее подходящий и он будет наиболее быстрым. Именно в тестировании либо оптимизации. Я же предлагаю на данном этапе вам использовать первый метод, чтобы уж точно не ошибиться в выборе моделирования движения цены. Выбираем первый – все тики. Идем дальше. Предлагается выбрать период. Каждый торговый робот, или можно даже сказать, что каждый разработчик пишет в основном торгового робота под определенный таймфрейм. Они, конечно, могут быть мульти-таймфреймовые роботы, но все-таки есть какие-то рекомендации по использованию таймфрейма. Наш данный робот, можем посмотреть параметры данного робота, технические характеристики. Технические характеристики. Видим, что рабочий масштаб, рабочий таймфрейм – H1. То есть мы будем тестировать и оптимизировать данного робота именно на H1. Выбираем H1. Дальше идем. Спред. Это очень важный момент. Самый первый пункт предлагает выбрать текущий спред. Это тот спред, который сейчас на данном рынке. Мы можем тестировать робота в разное время, в разную динамику движения цены. Когда может быть спред расширен, когда он может быть слишком узок. На исторических данных этого, соответственно, не будет. Чтобы как-то учесть проскальзывание возможное и чтобы учесть именно расширение спреда, мы возьмем завышенный спред. К примеру, возьмем спред в 3 пункта. То есть на 4 знаки это 3 пункта, на 5 знаки это будет 30 пунктов. То есть если мы возьмем рекомендуемый тип счета ECN, где спред у нас составляет в среднем 0.4-0.5 пипса, то расширение до 3 пунктов будет означать, что это действительно очень сильное движение на рынке. В данном случае каждая сделка наша будет открываться с фиксированным спредом в 3 пункта. Идем дальше. Визуализация. Чтобы протестировать робота и видеть открытие и моделирование каждого бара и открытие каждой позиции, мы можем поставить галочку визуализация, а также выбрать тот период, за которым мы будем тестировать данного робота. То есть выбираем, к примеру, с 1 марта по 1 апреля. То есть данный период будет у нас как раз таки тестироваться. Так, да, использовать дату и галочка визуализации. Визуализация это как раз таки означает, что мы будем видеть моделирование движения цены и открытие-закрытие всех сделок. Бегунок это скорость моделирования каждого бара. То есть в дальнейшем сейчас увидим. А пропустить это пропустить до какого-то конкретного значения, до какой-то конкретной даты. То есть чтобы нам визуализация занимает больше времени тестирования, нежели если мы ее отключим. Если мы нажмем пропустить до какой-то даты, данный диапазон будет не визуализироваться, а после этой даты пойдет опять визуализация. Ну и сейчас это все увидим. Переходим в свойства эксперта. Видим входные параметры. То есть у каждого робота разработчики предусматривают какие-то настройки. В данном случае мы видим это стоп-лосс, трейлинг-стоп, скорость и прочие настройки. Также объем видим, максимальный объем. То есть каждая настройка подразумевает в себе какой-то параметр, на который мы можем повлиять, и который будет приносить результат в зависимости именно от параметра. То есть в дальнейшем это мы увидим, как раз-таки когда будем переходить к оптимизации. Но на данный момент мы можем в ручном режиме менять какие-то настройки. Оставим на самом деле сейчас все как есть. Те параметры, которые рекомендует разработчик. Также стоп-лосс, ну тоже можно менять на самом деле. Но впереди все это все посмотрим. Нажимаем ОК. Здесь все настроили. Нажимаем кнопочку старт. У нас появляется окно. И мы видим, моделируется цена. Идут тики. Ползунок двигаем. Тики увеличиваются. И вот мы видим, как каждый тик, собственно, проходит, моделируется ценой. Это занимает какое-то время, конечно. Но мы можем это... Вот, пошли открытия сделок. Мы можем это сейчас все пропустить. Нажать кнопку пропустить до. И скорость тестирования ускорится. Итак, зеленая шкала дошла до стопроцентного значения. И можем посмотреть результаты тестирования. Первое, что нам предлагается, это посмотреть результаты. Именно при каких ценах открытия открывалась, собственно, сделка. Тип ордера. Стоп-лосс. Тик-профит. Результат прибыльность, да, то есть и баланс после этой прибыльности. Здесь можем досконально изучить это. Следующий параметр. График. Здесь отображается количество сделок пройденных. И баланс, который был получен, да, какая прибыль была получена после закрытия каждой сделки. То есть советник торгует действительно довольно-таки серьезно. Серьезные результаты показывает. Отчет. По большому счету, здесь, да, здесь на самом деле очень много параметров. Но по большому счету нам интересуют два важных параметра. Это, во-первых, чистая прибыль. Она составила 134 доллара и 30 центов. И абсолютная просадка. Просадка составила 2 доллара. То есть просадка от 10 тысяч долларов абсолютно минимальная была. Видим, что всего сделок было 9. И остальные параметры, они, в принципе, идут все интуитивно понятны. То есть я на самом деле, можно сказать, не рекомендую на них особо заострять внимание. Конечно, кому это интересно, тот разберется. Но, в принципе, все интуитивно понятно. Да, забыл отметить на самом деле. В свойствах эксперта в разделе тестирования мы можем указывать депозит, который мы будем тестировать данного робота. То есть если мы хотим протестировать робота с депозитом в 1000 долларов, мы должны здесь выставить 1000 долларов. Дальше идет, выбираем валюту и позиции. То есть открытие позиций long, short и совместно long и short. То есть либо мы открываем длинные позиции, либо короткие. То есть покупку, либо продажу, либо и покупку и продажу. Но выбираем и покупку и продажу. Вот мы можем сейчас протестировать еще раз нашего робота. Протустить. В общем-то результаты не изменились от депозита здесь. Так как просадки не было и объем был выбран очень консервативно. То есть результат тот же самый остался. Потому что был тот же самый объем выбран. Хорошо, на данном этапе, на этапе тестирования торговых роботов вопросы есть. Давайте разберем сразу эти вопросы. Прошу написать в чат. Вадим, да, мета-квот. Да, сайты мета-трейдеров вполне адекватные котировки, в которых присутствуют гэпы, которые в принципе так необходимы для грамотной моделирования цены. Поэтому смело можете использовать данные котировки. Какие вопросы по тестированию торгового робота на данный момент есть? Я так понимаю, все пока понятно. Давайте перейдем дальше. Давайте перейдем к оптимизации торговых роботов. Оптимизация означает себе... Да, что такое вообще оптимизация? У нас есть какие-то переменные, какие-то те значения, которые используются при торговле данного робота. К примеру, стоп-лосс. Стоп-лосс может быть разным. В данном случае стоит 6 пипсов. Мы можем поставить 7, 8, 10, 15 и так далее. Но мы на самом деле не знаем, с каким результатом будет лучшее значение. Точнее, с каким параметром будет наилучшее значение. На примере трейлинг-стопа давайте попробуем оптимизировать данного робота. Что значит? В трейлинг-стоп у нас сейчас стоит 6 пунктов. Мы хотим посмотреть значение результата тестирования данного робота с трейлинг-стопом от 3 пунктов до 8 пунктов. То есть, задаем начальное значение. Старт. Сдаем 3 пункта. Задаем конечное значение. Стоп. 8 пунктов. И задаем шаг именно тестирования данного робота. То есть, увеличение значения данного параметра в единицу. Получается, какой алгоритм действий будет происходить у робота. Первый раз он прогонит на исторических данных данного робота с трейлинг-стоп значением 3. После этого он увеличит троечку на шаг, на значение шага. То есть, у вас будет 4. И прогонит на историю именно данного робота со значением 4. И так далее он будет увеличивать значение до восьмерки. Получается, у нас будет таких 5 итераций. От 3 до 8. Чтобы данный параметр начать оптимизировать, нам нужно поставить галочку в это поле. Все задали. Будем оптимизировать данный параметр. Переходим далее. В разделе тестирования есть у нас такой генетический алгоритм и оптимизируемый параметр. Что это значит? Во-первых, так как у нас здесь может быть бесконечное множество параметров. То есть, параметров может быть на самом деле и 100, может быть 50, может быть даже 200. То есть, разные разработчики делают очень гибкие роботы с большим количеством настроек. Также есть возможность оптимизировать все эти параметры одновременно. То есть, понимаете, для каждого параметра задать шаг, начальное значение и конечное значение. После этого поставить на оптимизацию и комбинаций для того, чтобы все это протестировать, это будет очень и очень много. То есть, может быть миллион комбинаций и для того, чтобы это все оптимизировать, потребуются очень большие вычислительные мощности и очень большое время. Для этого был придуман генетический алгоритм. Если мы поставим галочку «Генетический алгоритм» и выберем параметр из предложенных, то оптимизация будет направлена именно на оптимизируемый параметр. Что это значит? У нас есть здесь ряд параметров. Все разбирать не будем, остановимся именно на самых важных, на самых интересных и популярных. Это параметр «Баланс» и параметр «Максимальная просадка». Что это значит? То есть, генетический алгоритм будет подбирать такие параметры, чтобы наш робот показал максимальную прибыль. То есть, его баланс был максимален. А второй параметр означает, что наш робот будет подбирать такие параметры, чтобы наш робот был прибыльный. Но самый важный его показатель была минимальная просадка. То есть, чтобы у него просадка стремилась, можно сказать, к нулю. Но при этом он был прибыльный. В нашем сегодня примере выберем оптимизация по балансу. Чтобы наш робот зарабатывал как можно больше. Здесь настроили. Параметры настроили. И у нас есть еще последний параметр. Это оптимизация. Так как мы ранее обговорили, что одновременно параметров очень много может оптимизироваться. И нужны большие вычислительные мощности для этого. Чтобы ускорить этот процесс, мы можем отсечь тестирование каких-то настроек на середине прогона теста. Что это значит? То есть, если во время оптимизации на каких-то параметрах у нас депозит достиг данного значения, который мы укажем в графе «минимальный баланс», к примеру, 200 долларов. То есть, если наш минимальный баланс составил 200 долларов или ниже, то тест отменяется и переходит на следующий шаг. Переходит именно следующее тестирование. Итак, мы можем настроить по каждому данному параметру. То есть, и по максимальной прибыли, если нам прибыли действительно хватает. Минимальный уровень маржи, максимальная просадка в процентах тоже. Непрерывный убыток. Это у нас в долларах. Непрерывное количество убыточных сделок. Количество получается 10 убыточных сделок, к примеру. Непрерывный выигрыш и непрерывное количество прибыльных сделок. То есть, выставляем требуемое значение, ставим галку и запускаем наше тестирование и оптимизацию. На данный момент мы ставить данные значения не будем. Протестируем без них, так как у нас выбран всего один параметр для оптимизации. Нажимаем «Ок». Так, период аж шаги. Данные параметры, которые были у нас при тестировании, они остаются прежними. То есть, мы именно будем проводить оптимизацию на том же самом диапазоне временном и на том же самом инструменте с тем же самым спредом, что и проводили первый тест. Убираем галку «Визуализация» и ставим галочку «Оптимизация». Нажимаем «Старт». Идет загрузка данных. Оптимизация, повторюсь, требует какого-то времени. То есть, в среднем, если мы берем, может быть, несколько параметров, в среднем это уходит, может быть, сутки, может быть, двое. Если брать каких-то средних роботов со средними параметрами для оптимизации. Ну, что у нас здесь отображается сейчас? В итоге у нас получилось 6 прогонов. От 3 до 8 получилось 6 прогонов. Кажется, предполагаемое время, то есть, за 29 секунд, почему-то увеличилось, да. В ходе тестирования увеличивается. И сколько осталось секунд. Да, все верно. То есть, здесь справа указывалось, сколько секунд осталось до завершения оптимизации. Слева кажется, сколько секунд прошло. Вот прошло, собственно, у нас 45 секунд и 0 осталось. После этого мы можем оценить результаты оптимизации. Вот такие результаты получились. То есть, проход. У нас отображается проход. Все отсортировано сейчас по максимальной прибыли. То есть, максимальная прибыль у нас сверху. То есть, мы видим, проход номер 5 показал самую максимальную прибыль. Было всего сделано 5 сделок. От ожидания, это математический термин, просадка в долларах составила всего 9 долларов 20 центов, что составляет 0,85%. То есть, это очень минимальная просадка на самом деле. Результаты действительно очень хорошие. Робот, в принципе, очень консервативно торгует. И я бы присмотрелся к данному роботу. И мы видим, так как мы оптимизировали параметр трейлинг стоп, то мы можем увидеть, что трейлинг стоп со значением 7 показал лучшие результаты. И дальше мы можем видеть по нисходящей. Следующий результат трейлинг стоп со значением 8 показал результат 152 доллара. Трейлинг стоп со значением 5 показал 141, 6, 3 и 4. То есть, в принципе, каждый параметр показал неплохие результаты. Из 6 прогонов у нас получается... Да, буквально все оказались прибыльные для данного робота, что он не может не радовать. То есть, довольно-таки хорошие результаты. Остальные же параметры у нас остаются стандартными, которые и были. Это график оптимизации. То есть, у нас справа баланс. Снизу прогон. Первый прогон, второй, третий. И мы видим, что пятый прогон показал лучшие результаты. Вот точечка сверху. Вот такие результаты оптимизации. Давайте разберем вопросы, которые есть на данном этапе по оптимизации. Запись вебинара, да, будет. Вопросы по оптимизации на данном этапе есть? По большому счету, да, желательно понимать логику торговли робота, чтобы понимать, какие параметры можно оптимизировать. Но если опыта не так много, то можно, в принципе, интуитивно, понятно посмотреть параметры. То есть, мы в данном роботе видим, что, к примеру, параметр стоп-лосс означает количество пунктов от цены открытия для фиксации убытков. Этот параметр мы смело можем оптимизировать. Трейлинг стоп. С большей вероятностью это означает именно трейлинг стоп. Тоже мы можем понимать, на каком расстоянии будет держать наш стоп-лосс, да, именно при движении цены. Скорость, ну, наверное, тяжело будет понять, что это параметр, что это за параметр. Объем. То есть, объем тоже интуитивно понятно. То есть, можем подобрать определенный объем, исходя из вашего капитала, соответственно, исходя из вашего депозита. Максимальный объем и так далее. То есть, в принципе, если какие-то параметры непонятны, то на самом деле есть описание параметров. При скачивании торгового робота есть вкладка «Описание параметров», которую вы сможете тоже скачать и посмотреть. Там описан каждый параметр. Вадим, я ответил на ваш вопрос? Хорошо, вопросы еще есть? Отлично, Вадим. Отлично, Вадим. Логика та же самая, по большому счету. Просто вы понимаете, что робот должен контролировать именно трейлинг-стоп самостоятельно, полностью автоматически. То есть, что касается трейлинг-стопа в MetaTrader 4, вы будете в ручном режиме выставлять данный параметр. А если эта функция встроена уже в робот, то он полностью автоматически запустит трейлинг-стоп и начнет уже исполнять, двигать стоп-лос за ценой. То есть, это сделано, чтобы вы полностью не прикасались, не трогали торговлю, а робот полностью автоматически торговал. А смысл тот же самый. Хорошо, еще вопросы? Хорошо. Давайте теперь посмотрим тестирование уже с новыми параметрами, то есть, со трейлинг-стопом со значением 7. Уставляем значение 7, убираем галочку, нажимаем ОК, убираем галочку оптимизация и ставим визуализацию. Визуализация на самом деле не обязательно. Чтобы ускорить процесс тестирования, можно эту галочку убрать. Ну, оставим. Пропускаем. Да, мы видим, что прибыль действительно составила больше. Со значением 6 трейлинг-стоп у нас был 134 доллара. Да, мы можем видеть, что результаты действительно намного лучше. Да, данного робота вы можете скачать на сайте компании Markets. в разделе лаборатория лаборатория торговые советники и перед вами будет список торговых роботов. Мы сейчас тестируем наиболее консервативного робота, у которого просадка самая минимальная, это WOTS Modify 04. Идем дальше. Чтобы все-таки ваша прибыль была максимальная с торговыми роботами, даю некоторые рекомендации по торговле, именно автоматической торговле. Данные рекомендации больше относятся к выбору торговых условий для того, чтобы робот приносил максимальное количество прибыли. Во-первых, рекомендую использовать тип счета ECN, на котором достигается максимальная скорость исполнения ордеров, что очень важно для торгового робота, у которого очень узкие спреды, то есть спреды в среднем 0,4-0,5 пипса, если мы берем пару евро-доллар, и, как мы видим, даже в тестере стратегии, расширив данный спред, данный робот все-таки показывает неплохие результаты. Рекомендую использовать тип счета ECN. 99% торговых роботов используют исполнение ордера рыночного, то есть market execution. Что это значит? Данный тип исполнения позволяет торговать, вести торговлю без реквотов. То есть у вас будет полностью отсутствовать возврат котировки, у вас будет в любом случае ордер исполнится, то есть ваш робот сможет открыть и закрыть данный ордер. Рекомендую использовать индивидуальные настройки под каждый инструмент. То есть как мы разобрали, что под каждый торговый инструмент, под каждый символ мы должны использовать индивидуальные настройки. То есть берете какого-то робота, сначала проводите тест на каком-то инструменте, потом оптимизируете его под данный инструмент и уже начинаете с лучшими настройками вести торговлю. ВПС сервис. Что это такое? Это удаленный сервис, сервер, можно даже его назвать, на котором установлен более качественное программное обеспечение в плане это может быть лицензионное Windows, к примеру. У данного сервера более качественное железо, именно компьютеры, то есть наиболее качественное. Более качественный интернет, который используется без перебоев. И, конечно, данный ВПС сервер работает круглые сутки. То есть вам не нужно свой компьютер постоянно иметь включенным. Вы можете также на метатрейдере запустить робота на ВПС сервере и он у вас будет работать круглые сутки. То есть компания Markets данная услуга есть. Чтобы его подключить, вам нужно пройти в раздел сервис в личном кабинете. И рекомендую каждого робота перед торговлей все-таки проходить тесты по каждому роботу. То есть смотреть, как он торговал. Много продавцов торговых роботов показывают очень хорошие результаты, но нужно эти результаты проверять именно по такому методу тестирования, как мы сегодня с вами разобрали. В общем-то вебинар закончен. Жду вопросов ваших. Так, Вадим. На самом деле, Вадим, что касается вашего вопроса, трудно на самом деле сказать, из-за чего это пошло выражение, возможно оно имеет место быть, но могут случиться разные нюансы, такие, как мы сегодня разобрали даже с интернетом. Может банально отключиться интернет, и ваш робот просто не повлияет никак на ваши торговые открытые ордера. Также определенные роботы именно используются для определенного характера рынка. То есть некоторые роботы торгуют исключительно по тренду. То есть во флете они, возможно, покажут менее положительный результат. Возможно в ручном режиме его нужно будет остановить, потому что вы видите флет, а робот возможно не будет видеть. Все зависит от алгоритма. Но Вадим, я вас уверяю, что есть роботы действительно надежные, которые отслеживают и флеты, отслеживают и тренды и показывают действительно стабильную хорошую доходность. Но техника может тоже подвести. Так, Андрей. Два-три робота на одной паре возможно. Не понял вопроса. То есть одновременно запустить два-три робота на одной валютной паре? Если вы имеете ввиду, Андрей, что именно загрузка это технически конечно можно. Вы можете открыть несколько инструментов именно торговых валют. То есть к примеру евро-доллар открыть график. Открыть график. Вот мы открыли три символа евро-доллара. У нас есть ряд советников. Кстати да, разберем сразу запуск советника. Тоже очень важный параметр, очень важный момент. давайте закроем тестирование. В окне навигатор в разделе советники у нас представлен список советников. Наш советник вот с Modify 04. Зажимаем левую кнопку мыши на имени советника и переносим его на график. У нас появляется окно настроек данного робота. Общие параметры. В принципе сюда рекомендую в принципе не обращаться к этим параметрам. Здесь все и так настроено уже. Вам главное настройки входных параметров. Входные параметры это то, что мы с вами разбирали в тест 3 стратегии. Stop loss training stop. Training stop у нас показал значение 7 лучший результат. И в общем-то все. То есть нажимаем ok. В правом верхнем углу у нас название робота и смайлик. Смайлик должен улыбаться. Если он не улыбается значит у вас отключена автоматическая торговля. Включаем ее. Если после включения автоматической торговли ваш робот по каким-то причинам грустный смайлик у вашего робота то правой кнопкой мыши советники удалить. И еще раз переносим советника. Нажимаем ok. И мы видим наш робот улыбается. Наш смайлик улыбается. Все. Наш робот полностью запущен и готов к торговле. Чтобы запустить нам опять на евро доллар еще одного робота к примеру мы хотим запустить не менее интересного робота Нострадамуса который тоже представлен у меня в этом списке. Также переносим его нажимаем ok. И он тоже начинает улыбаться. Таким образом можно запускать несколько роботов. Но что я на самом деле не рекомендую. Все-таки рекомендую использовать одного робота дабы им хватило свободных средств на открытие каждому именно открытие сделки. То есть если у нас будут одновременно открываться позиции по одному и второму роботу может свободных средств просто не хватить. Идем дальше. Как качественно загрузить историю котировок. По большому счету тот метод который я показал он довольно таки качественный. Есть возможно такой момент качество моделирования качество моделирования оно указано в процентах то есть 90% довольно-таки хороший процент но можно достичь 100% варианта чтобы достичь 100% варианта вам нужно заново загрузить архив котировок то есть возможно во время копирования данных котировок возможно часть действительно была не скопирована просто вам нужно повторить данную процедуру. Так Александр возможно ли повлиять индикатор привязать индикатор к роботу? Да конечно то есть на самом деле большое количество роботов совместно торгуют с индикаторами то есть они берут сигнал от какого-то определенного индикатора анализируют его и на основании данного индикатора или может быть группы индикаторов открывают ту или иную позицию и также фиксируют какую-то возможную позицию да конечно возможно но не зная именно программирования технической части составления торговых роботов к сожалению этого не получится то есть нужно быть программистом чтобы это привязать так так Вадим пишет возможно ли что один робот будет мешать другому например на временный запрос открытия или закрытия ордера двумя роботами это возможно возможно в том случае если робот писался непрофессиональным программистом у каждого робота в настройках есть так называемый советник свойства это мы давайте в привычном тестере стратегии сейчас посмотрим свойства у каждого робота есть magic magic это так называемое магическое число по которому он отличает свои ордера от ордера от ордеров другого робота то есть если вы скачали к примеру робота и вы не видите настройки magic в данном роботе то есть вы можете самостоятельно задать это число то с большей долей вероятности писал данного робота может быть не совсем опытный программист и возможно ваши сделки он будет путать сделки свои от сделок к примеру открытых другого робота либо от сделок которые вы открыли в ручном режиме то есть сами открыли новый ордер рекомендую обращать внимание и обязательно ваши magic у каждого робота должны отличаться то есть вот мы видим вот смодифай советник свойства видим magic 280 82 9 переходим на другую валютную пару нострадамус смотрим свойства magic number он прям так и называется magic number 1 2 3 4 5 6 7 14 90 видим что отличаются отлично значит эти роботы писались профессиональными с большей степенью профессионализма да программисты и что данные роботы будут отличать свои торговые ордера от ордеров именно в ручном режиме открытых либо открытых другим роботам рад был помочь Вадим на самом деле приятно слышать запись будет на скорее всего на нашем обучающем портале предлагаю вам связаться лучше со своим персональным менеджером для точного уточнения отлично пожалуйста так еще вопросы так я так понимаю вопросов больше нет хорошо тогда рад был всех видеть желаю хорошей вам торговли автоматической торговли и больших прибыли до свидания удано до свидания спасибо вы Продолжение следует...